и снова здравствуйте дорогие друзья здравствуйте братья и сестры в данном видео мы с вами продолжим ту тему которую я уже недавно поднимал это деградация армянских радикалов ну некоторые из вас уже посмотрели этот видеоролик некоторые нет их лоббистов факты кто захочет посмотрит к данному видео я обязательно прикреплю ссылку и на тот первоначальный ролик касательно данной темы ну а каких таких представителях армянства пойдет речь в данном видео спросите вы давайте начнем те самого наиболее условно назовем так яркого из тех представителей о ком пойдет речь в данном видео это да дорогие друзья это кургинян ну что ж давайте послушаем часть его выступления и вы услышите эту ересь больного человека это не оскорбление можете считать это диагнозом не оскорблением потому что мне уже становится просто жалко даже не россиян который его слышит а его самого в момент прозрения которое бывает у всех как же ему бывает стыдно а ведь прозрение у него бывали в отношении сумга и то давайте вспомним когда он говорил что сумга и ти именно не азербайджанцы совершали преступления а некие структуры правда он не назвал какие впрочем давайте перейдемте непосредственно к нынешнему его высказыванию приступаем вы начали с армении я могу сказать что сказать что нет никаких аналогий нельзя сказать что все аналогично тоже нельзя это он сравнивает с украиной они спокойно действуют достаточно вспомнить и демократическую партию глава который ездил сша можно вспомнить сосна црр можно вспомнить множество других антироссийских движений кроме этого если данный герой так называемый герой сергей кургинян заявил бы о качаряне и серже я хочу напомнить что именно при них на территории армении стали действовать биолаборатории разрослось американское посольство как вы понимаете обе эти структуры точно направленные не дружелюбно в сторону россии и эти организации конечно же занимались вербовкой простых армян в антироссийскую направленность неужели сергей кургинян думает что никто ничего не знает смешно можно напомнить также как еще при сержа сарксяне давали убежище тем кто совершал преступления на территории россии частности шишкину можно напомнить множество других аспектов говорящих как раз таки об обратном что среди митингующих которые выступают против пашиняна да они могут говорить что они за россию но это банальная лицемерия банальная лицемерия а кто жёг российские флаги кто забрасывал российское посольство яйцами кто оскорблял владимира путина не буду говорить каким словом и эти люди живы и здоровы и прекрасно себя чувствуют давайте продолжим 27 мая 1990 года тоже никто в россии не не думал в москве о том что в армении начнут стрелять в советских военных а это было когда советские войска продвигались по еревану то же самое и сейчас старается быть выставить вот тех митингующих кургинян кстати кто оскорбил памятник грибоедова этот человек уже он что сидит или на свободе а те кто подбили свое время вертолет с россии с миротворцами снг разве они сидят или они на свободе а кто совершил покушение на убийство российских десантников в ханхэнди так называемым в кавычках степанакерте в 1992 году они разве сидят или они на свободе при всех этих властях кроме этого почему в азербайджане который не входит я вынужден кургиня но это напомнить ни в какие союзы с россией хотя и является партнером глобальным партнером можно сказать в данном регионе тем не менее у нас есть русские школы их много у нас можно получать высшее образование на русском языке а в армении в союзницы которые существуют в общем то на российской земле который потому что эти земли были переданы россии вечное пользование русских школ только две и то одна при военной базе вторая при российском посольстве интересно это так кургиня но ну хочу просто напомнить давайте продолжим и это тоже все видели все видели что начинить не но американской а в основном британские агентуры так сказать и реванг и все остальное все видели как она работает все видели как внутри всего этого сложного процесса который никак не сводится только к американской манипуляции есть это манипуляция эта манипуляция была чет она была чет в антирусскую сторону как что парадоксально для армении но что есть да поэтому можно сказать еще раз что как вся эта мягкая сила была проиграна на украине задолго до того как начался майдан также она проиграна в армении система не работает я несколько раз выступая здесь и в других местах говорю это дисфункция системы все эти там не только но это сказать не только но и даже вот более серьезные ведомства они все находятся в состоянии дисфункции мы умеем работать в одном режиме когда глава государства создает какую-то чрезвычайную группу и когда эта группа начинает что-нибудь разруливать это первое второе следили мы за этой мягкой силой публиковали впервые эти работы шарпа и так далее есть это Джозеф Найт и следили знаете чем он мне отчасти понравился Сергей Кургинян правда жалко он не договорил до конца а кто не дает в России работать этим структурам может быть Ара Абрамяны Маргарита Симоняна и прочие представители его народа кстати но раз он начал говорить а ему надо было сказать и б то есть назвать виновников но почему то он остановился интересно почему раз ты уже начал говорить что структура не работает по надзору за русским миром за странами входящими в русский мир тогда ты должен сказать о виновниках несрабатывания этой машины ведь в это вливаются колоссальные деньги которые взымаются с простых граждан России с русских с россиян давайте продолжим за ним и за его карманскими работами еще в конце восьмидесятых и так далее все прекрасно да только когда есть политика если политики нет то никакая технология мягкие силы не мягкие силы не работают никакой шаг не работает ведь и нет точной политики это приложение понимаете хорошо когда есть хорошие колеса да еще хорошей резины машина нужна тогда эти колеса поставил она прекрасно едет лучше чем с плохими колесами но если машины нет то эти колеса могут укатать из стороны в сторону поэтому разговоры о мягкой силе во время политики не существует поэтому главный вопрос заключается в том на кого и как мы ставим в тех местах где мы проводим подборите какой-то мягкой силы это целью это вопрос кого и как мы воспитали и воспитали и воспитали и кого у нас мониторинг знаете вот здесь Соловьев оговорился он сделал важную оговорку и воспитали ли пророссийских политиков в Армении то есть он сам уже в этом сомневается и воспитали ли давайте еще раз потому что это очень важно еще раз внимательно именно к тому что скажет Соловьев это вопрос кого и нет мы воспитали и воспитали и воспитали и кого у нас мониторинг вы слышали это давайте продолжим на кого мы смотрим на тех кто бежит и ничего не может или на уже выросших национальных лидеров люди должны проявить себя люди эти не могут быть нашими марионетками они должны быть национальными политиками тогда мы видим что эти политики понимают национальные интересы так как это соответствует нашему пониманию взаимного диалога и если этого политика поддержит народ окей тогда все хорошо и наконец последний урок последний урок заключается в том что нельзя не понимать что когда эти лидеры которые вроде как с нами играют а одновременно играют с другими оказываются слабыми то вот тут то и начинаются майданы никогда эти майданы не начинаются если нет почвы в обществе те люди которые руководили арменией довели до этого майдана потом развели руками и произнесли некие слова не те которые сыгрались произносить а те которые написал зять и вышли уже с этими словами и политика начала слаботься что это урок чего как только появляется человек слабый который в решающий момент не может проводить свои интересы которые он заявляет и потом перестает поддерживать общество и кто скомпрометировал себя жди майдана в любой точке и тогда возникает вопрос а мы-то сами к чему готовы к такой ситуации как мы сами себя поведем мы вопрос же не только в майдане вопрос в том что на Украине здоровые силы в Донецке где угодно еще могли в Киеве переломить ситуацию так как она переломалась обратите внимание он сказал что если в России у нас как мы себя поведем и все промолчали промолчал Соловьев никто не стал останавливаться то есть они все прекрасно уже понимают что народ в России тоже на грани ребята вот надеюсь дорогие мои зрители вы это слышали это откровение учитывая что на таких каналах об этом не говорят здесь надо уж очень тонко прислушиваться чтобы услышать правду от этих лжецов но она проскальзывает я дальше не буду запускать данный ролик вы в общем то в нем все услышали в дальнейшем он говорит тем более заявляет это со знаком эксперта что я как будто бы никто об этом не знал что Карабах был планом сдачи Карабаха Ливона Терпетросяна какое большое открытие от Сергея Кургиняна он только сейчас это понял но это так немножко юмора кстати в отношении юмора мы продолжим я уже как-то знакомил вас с данным академиком Рубеном Сафрастяном но он меня убил двумя своими последними роликами я даже не буду их запускать давайте с вами акцентируем свое внимание на название Турция придумала предательство армян чтобы оправдать геноцид подождите не было дашнакских отрядов не было заявления дашнаков еще не в прошлом а в конце позапрошлого века о борьбе за независимость так называемой Великой Армении вот так называемого в кавычках турецкого гнета хотя Османской империи прав очень многие армяне правили занимали немаленькие посты это так немножко юмора следующее юмористическое заявление данного горе эксперта давайте я вас ознакомлю давайте прочтемте истинная причина геноцид армян это спасение Турции как государства то есть он здесь противоречит сам себе даже в самом названии то есть с одной стороны никаких восстаний армян не было с другой стороны геноцид так называемый геноцид над армянами был осуществлен чтобы спасти Турцию как государство так значит вы что-то делали такое чтобы раскачивать страну ну не юмор ли это давайте продолжим это ответы одной строчки как я бы сказал сдача шуши это проигрыш и российской федерации Валерия Алюнина а в чем проигрыш в укреплении отношений с Турцией и в чем сдача шуши в неумении в том что Россия не научила армян воевать использовать технику в этом отношении да я согласен даже минимальную технику которую поставили если это не юмор то что же как я люблю заявлять сам ролик я запускать не буду это так ознакомительное видео плюс с ответами в одну строчку мы же продолжим вот здесь опять таки я бы очень хотел чтобы ту часть видеоролика с выступлением Льва Валяна вы распространили по всем российским именно группам давайте послушаем и вы поймете о чем я говорю здравствуйте хочу выступить с небольшим текстом идея подала передача вечер с Владимиром Соловьевым на канале Россия 1 от 30 марта 2021 года нравится мне эта передача именно здесь приглашенная экспертой обсуждаемую тему обсасывает со всех сторон зрители и слушатели которые ориентированы на государственную политику Российской Федерации получают полную информацию Российской Федерации? вот это интересно то есть российские интересы защищают Багдасаровы и также предыдущие герои Кургиняны и им подобные и практически нет русских также условные евреи а где же русские эксперты? ну конечно для армянина это он будет аплодировать такой передачи хотя если вы прочтете комментарии самих россиян только не на вот этом канале Соловьева а на нейтральных каналах потому что он удаляет комментарии на своем неугодные комментарии то вы узнаете как россияне относятся к данной передаче кроме представителей армянства давайте продолжим очень эксперт в основном умудренные жизнью люди это политики государственные общественные деятели известные и влиятельные журналисты и даже представители умеренной оппозиции но я не об этом сегодня весь мир продолжает обсуждать оскорбление президента Соединенных Штатов Америки Джо Байдена своего российского коллегии Владимира Путина я как и миллионы и миллионы людей на планете осуждаю недостойное поведение Джо с какой бы стороны не подходить к этому вопросу он не прав и не потому что Владимир Путин так же как и Джо глава державного государства а в большей степени оскорбление бездоказатель обе страны ведут активную международную политику вмешиваются в решение внутриполитических проблем других стран содействия в том числе и свои вооруженные силы другой вопрос что Россия любому такого вмешательства старается предать законный характер и так или иначе получает согласие о помощи я и тому пример так или иначе здесь россиянам тоже стоит поймать эту мысль так или иначе то есть незаконно очень часто это не мои слова это слова Льва Валяна события в Сирии американцы же там незваные гости так вот выступая на указанной выше передачи генеральная директор подождите их пригласила оппозиция оппозиция к тому времени уже являлась большинством в Сирии я даже сейчас не говорю про боевиков и так далее фильм режиссер Карен Шахназаров резко осудил оскорбление Джо Байдена в адрес Владимира Путина но Карен Георгиевич пошел дальше сказал что слова Джо оскорбляет в том числе российское государство и его граждан он прав я тоже так расцениваю оскорбление Байдена в связи с этим мне хочется вспомнить оскорбление председателя РДП России Владимира Жириновского когда он в публичном пространстве сказал мне плевать на Армению так вот этого момента я ждал дорогие друзья помните как армяне жгли российские флаги оскорбляли Владимира Путина забрасывали посольство России яйцами так выходит все это не является оскорблением русского народа и ведь делали это армяне как в Армении так и в различных других странах мира оскорбляли глумились почему лев валян не говорит об этих моментах а ведь они имели место быть а преступления армянских крупных генералов которые приказал напасть на колонну с десантниками в 1992 году как это расценивать в России это не оскорбление русского народа а как глумление над памятником грибоедова того самого благодаря которого Армения вообще была создана он один был из ключевых фигур кто вас создал как же это это не оскорбление русского народа ну 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 я даже сейчас не акцентирую обратите внимание момент когда на челябинском телевидении с утра решили сыграть тире спеть песню посвященную нацистскому уже четко генералу и армяне не стараются даже его оправдывать они стараются умалчивать песню посвященную Дроссману Канаяну Дашнагдро песня называется в ютюбе она есть как же это ну пойдемте дальше притеснение притеснение лесгин и коренных народов Азербайджана Азербайджан рискует целостностью государства очень очень интересное выступление в кавычках интересное в данном случае речь уже идет не о представителе непосредственно армянства а об армянском лоббисте который строит из себя рупор лесгинского народа хотя ни один лесгин не подаст ему руки для того чтобы ответить ему я бы очень хотел чтобы вы прослушали один фрагмент из ролика из заявления Руслана Курбанова да я знаю что некоторые относятся к его выступлениям порой с двойным чувством но в данном случае он полностью прав и он отвечает на ту ересь того самого так называемого в кавычках лесгина давайте послушаем следующий состоялся как общество братских народов и лучшие наши годы самые великие подвиги и самых великих ученых и героев Багестана мы подготовили только находясь вместе сплоченно не отделяясь друг от друга у нас уникальная система сосуществование народов каждый из которых определяет свою судьбу самостоятельно исторически так было но в трудные минуты мы всегда были вместе в решении больших комплексных задач мы всегда были вместе в решении обороны в решении для самоотношений с Россией с Персией с Турцкими династиями с арабскими и так далее и естественно любая попытка создать отдельную изгибскую республику это раскол единого сообщества где вы собирались храниться правы и азербайджарам и другими государствами максимально она исчезла я выступаю за объединение и всем каждому готов до последнего своего аргумента доказывать что объединение всегда лучше чем разделение я очень прошу если вы будете где-то говорить об этой проблеме не забывайте пожалуйста процитировать мою позицию потому что она архивожна забудьте о создании отдельных испуг этот путь в никуда сегодня этот путь тупик который блокирует потенциал развития лесницкой молодежи вот этой химерой этой мифической недостижимой идеей которая даже если она будет достигнута ценой невероятных усилий жертв и крови она приведет только к ослаблению Дагестана к разрыву отношений лесгин со своими соседями к страшному большому количеству конфликтов территориальных земельных национальных и так далее поэтому сам он отвечает тем кстати в кавычках лесгинам которые поддерживают сепаратистов на территории Азербайджана он говорит нельзя Руслан Курбанов молодец путь который всевышленно предписал которым шли наши предки это путь объединения сегодня все кинчатся Хаджидаудом показывают его портреты там вешают в кабинетах кто-нибудь знает путь Хаджидауда в чем заключался все бы этого создал лесгинское государство ну я вас очень прошу уважаемые земляки ну не смешите соседи никогда не говорите что Хаджидауд создал лесгинское государство Хаджидауд создал Сумитское государство за которое воевали Кайтарьцы за которое воевали Алацы Кабасаранцы Агульцы Цахуры Грутульцы все народы шаргандской группы не в том числе суниты тюрки воевали это общее государство народов нахско-дагестарской группы и тюрков-сунитов которые противостояли шлицкой экспансии с Персой и путь Хаджидауда был не разделение не создание отдельного лесгинского государства это был путь объединения всех народов северного и южного Кавказа мы зайдем в тупик если мы будем идти путем разделения и отделения вы сами все слушали человек полностью ответил на ту самую ересь которая озвучена в самом названии предыдущего так называемого героя единство народов а не разделение которому призывает он он же призывает отделиться азербайджанским лесгином он призывает к сепаратизму ну и последний ответ данным уже в кавычках герою да я на нем решил заострить внимание потому что сепаратизм это самое ужасное что может быть для любого народа и любого государства не моноэтнического я хочу чтобы вы сейчас послушали песню на лесгинском языке посвященной памяти герою второй Карабахской войне момент мурада а зизула оглы давайте послушаем эту песню песню азербайджанскому герою лесгину хотя азербайджанцы без нации ватан азербайджанскому героя азербайджанскому героя но ватенскому героя Субтитры делал DimaTorzok 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 Это ответ Вне зависимости от его генетического кода Пусть земля ему будет пухом Аллах Рахметаласын Ну что ж дорогие друзья Сегодня я постараюсь провести Еще один совершенно короткий ролик Сам же я на этом с вами прощаюсь Всем до свидания Всем пока Всегда ваш Сейдов Кямран Простите что я начал с юмора А закончил трагической нотой Но такое бывает Горе и радость Очень часто идет Дут рука об руку На этом я заканчиваю данное видео Всегда ваш Сейдов Кямран До свидания До свидания До свидания